Россия и Турция тесно взаимодействуют на армяно-азербайджанском треке урегулирования. Оба государства заинтересованы в скорейшем завершении конфликта – разблокировании транспортных коммуникаций. Новая реальность мотивирует ускорить эти процессы. Турция не скрывает своих симпатий к Азербайджану, но готова к сотрудничеству с Арменией. И как раз красной линией является мирный договор между Азербайджаном и Арменией на условиях Азербайджана. Однако Западу сейчас невыгодно скорое решение вопроса, ведь тогда Россия получит новые торговые коридоры и санкции окончательно станут бесполезными. На неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкин звонил Алиеву и Пашиняну и предлагал помощь. Правда, под якобы благими намерениями, скорее всего, скрывается желание вбить клин между участниками процесса урегулирования. Логично, что мирный Южный Кавказ США сейчас невыгоден. А вот Армения слабое звено. Там среди части населения оппозиции не угасают идеи реваншизма, которые зачастую подогреваются извне. Премьер Пашинян вынужден прислушиваться к внутреннему мнению, а также он ищет поддержки со стороны. Поняв, что ни Россия, ни Азербайджан не хотят возвращаться к минской группе ОБСЕ, Армения взывает к европейским политикам. Европейцы создают иллюзию урегулирования, повторяя заявления, прописанные в мирных договоренностях между Россией, Азербайджаном и Арменией. Армения же, взятые на себя обязательства не выполняет. А вот Азербайджан ведет себя совершенно иначе. Рекордными темпами строит инфраструктуру для запуска Зангизурского коридора. Россия готова помочь Ирану построить часть дороги, чтобы коридор Север-Юг заработал на полную мощь. Турция начала разминирование на границе с Арменией, тем самым намекая, что открытие сухопутных границ возможно. Для усиления своих намерений ход работ проинспектировал спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией, Сердар Клиныч. Армения, увы, пятится назад. Я поскольку женское поведение, что я хочу, так и все. А если мои хотелки с реальностью не дружат, тем хуже для реальности. Но максимум, что можно добить в такой политике, политика это новый военный конфликт. Только поражение будет уже более разгромное, и там уже будет нет разговоров, и потери будут намного более существенные. А можно наоборот стать частью деловой активности за Кавказе и поднять уровень жизни населения Армении. Но для этого надо предпринимать определенные шаги, которые прописаны в соглашении. Пока же официальные лица Армении заявляют о якобы готовящейся встрече Алиева и Пашиняна. Правда, недавно президент Азербайджана высказал недовольство ходом подготовки к мирному договору. Встречи ради встречи не будет, либо она должна пройти при посредничестве Владимира Путина, который умеет найти подход к Пашиняну. Видимо, Россия дала Пашиняну время до осени, когда исполнится два года с момента подписания мирных договоренностей. И с Арменией спросят, какие пункты были выполнены. У Армении есть запаси 3,5 месяца. Время действовать.